ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну теперь, наверное, мы, может быть, затронем вот это вот Airbnb? Или чего? Или не хотите? Словами скажи. Airbnb. Вот вы помните фильм тот? Да. Вот. И там вот, где они туда ездили, это и было как раз вот то самое. А, это ты говоришь про то, что люди, которые собираются поехать на отпуск, не обязательно должны заказывать отель или снимать что-то. Могут поменяться квартирами. А что тебе всех ты скажешь? Давай. Обмен квартирами. Кэмерон Диас versus... Джек Дэниелс. Джек Блэк. Свадьба по обмену. Нет, не свадьба. Близко. Ну, отпуск по... Обмену. По обмену, молодец. По обмену. Отпуск по обмену. Кэмерон Диас у нас в гостях. Нет, Джек Блэк. Почти. Юджин Миропольский. А. Вот. Ну, звучит как голливудский актер. Значит, смотрите, Airbnb. Крупнейшее мировое... Или мы сейчас не гостя зовем? Гостя-гостя, все правильно. Крупнейшее мировое сообщество хозяев и путешественников, которые вот обмениваются. Юджин Миропольский. Руководитель компании Airbnb. Надо сейчас с названием что-то сделать. Мы, надеюсь, убедим Юджина. В Центральной и Восточной Европе. Понимаете? Все. Ну, если Юджин у нас, то, соответственно, кто-то от профилактики у них там. Да? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Юджин? Добрый день. Да, Юджин Евгений по-русски. Здравствуйте. А вы русский? Присаживайтесь. Да. А почему тогда вы Юджин? Почти всю свою жизнь я жил не в России. А где? Жил в Германии. Чего? Ну, мы переехали с семьей, когда я был в маленьком возрасте. И два года назад я вернулся в Россию. А сейчас вам сколько? Мне 25 лет сейчас. А это как-то связано с тем, чем вы занимаетесь? Ну, и с тем же тоже связано. То, что вы уехали и вот вернулись. А в семье всегда говорили по-русски? Да, да. Всегда говорили по-русски. Но немецкий вы тоже знаете? Да, я знаю немецкий, английский, русский. Мы правильно поняли схему. Если я хочу поехать куда-то отдыхать, и по тем или иным причинам не хочу тратить много денег на гостиницу, там, не знаю, что-то еще, я могу... Я почему обязательно отдыхать? Работать. Поехать куда-то? Поехать куда-то. Спасибо. Нормально? Да. Не хочу тратить деньги на гостиницу или нет у такого бюджета. То есть можно договориться с кем-то и поменяться квартирами? Или как вообще происходит механизм? Ну, не совсем. Но не навсегда. Да, но не совсем. У нас это социальная платформа открытая. У нас больше, чем 165 тысяч объявлений. Каждый человек может сдавать свою квартиру, или комнату, или дом. Сдавать за деньги? Сдавать за деньги через нашу платформу. Ну и другие люди, которые путешествуют, могут себе бронировать вместо гостиницы квартиру, дом. Южа, давайте эту сторону. Просто есть маклеры, есть службы у нас в городе тоже, и вообще в стране, которые позволяют и помогают вам действительно свои квартиры сдавать за эти деньги. Ну да. Нас интересует именно этот узкий, возможно, там, узкий аспект. Может ли Леша, даже Леша, пожалуйста, поехать... У меня это пример андиоз. Да, я поменялся, например, с Кэмерон Дивис, действительно, и поехать к ней, где она живет? Она в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе. Да, Леша на улице Зорге. Вот поехать из Москвы в Лос-Анджелес, поменялась с ней квартиру на две недели. Вот если он может, то что для этого нужно сделать? Ну для этого нужно сначала зарегистрироваться на нашем сайте. Раз. И сделать объявление о своей квартире. Ее фотографии обязательно прикладываете? Да, обязательно. А вы будете сверять, настоящие они или... Кстати, да. Да, да, это все сверяется у нас. То есть приезжает представитель, да? У нас есть очень хорошая система по всему миру. Более двух тысяч фотографов, они приходят, и даже профессиональные съемки для вас делают. Очень красивые фотографии. И это потом все загружается в интернет. Просто странно, знаешь, ну, хрущевка, это вот фиггакс такая, двухэтажная. С бассейном. Не, подожди, в папинных дочках это возможно, в счастливом месте это возможно, а у нас, значит, невозможно. Не, а подожди, а зачем туда мне фотографировать? То есть я пишу заявку, оставляю, они приходят, фотографируют. Да, да, это намного удобнее, потому что вы можете и сами снять, но съемки всегда будут красивее, если придет профессиональный фотограф с хорошей камерой. Есть какая-то... Подожди, это все равно чисто коммерческая история. То есть человек назначает цену, кто-то приезжает, там, не знаю. Кто назначает цену, это большой вопрос. Вот, подождите, вот еще раз, значит, к Леше приехали люди, сфотографировали. Леша пишет, дрожащим пальцем, всегда хотел отдыхать в Нью-Йорке. Леша, вот моя квартира, центр Москвы, там, туда-сюда, зеленый район. Чтобы отдыхать... Шаговая доступность метро. Чтобы отдыхать в Нью-Йорке, не обязательно вам оставить вашу квартиру. Есть много людей, которые в Нью-Йорке ставили свои объявления, у нас в Нью-Йорке более 12 тысяч квартир, и вы можете любую из них бронировать. Нет, подождите, стойте, я не понимаю, еще раз. Вот, вы говорите о том, что в Нью-Йорке люди за деньги ее сдают? Да. Да, таких сайтов миллиард. Мы вас пригласили по той теме, что люди могут обмениваться квартирами, понимаете? Обмениваться, никаких денег не участвовать. Подождите, а может, может, его просто нету такой схемы? Может, такой не бывает схемы? Или нету такого? Да, это не... Просто обменяться без денег можно? Нет. Итак, хрущевка в Москве, хрущевка в Нью-Йорке. На нашей системе обменяться просто так невозможно. Только если вы хотите с Кэмерон Диэс обменяться, то надо, чтобы она тоже пользовалась нашими сервисами. Тогда можно договориться. Но это тоже... Посмотрите, вот, предположим, что Кэмерон Диэс пользуется вашим сервисом. Леша с чертами зарегистрируется, тоже будет пользоваться вашим сервисом. Ну, так как будет. Вот все, зарегистрировался. Разместил. Пока он ее никак не сдал. Он просто разместил. И написал, я хочу отдыхать в Нью-Йорке. Кто, кем нужно заинтересоваться? Вот Кэмерон, значит, лазит, хочет в Москву, смотрит Лешка. Симпатичный парень. Квартира, шаговая доступность от метро. Она ему должна... Двуха. Санузел раздельный. Двуха, все как положено. Значит, она должна ему написать, а что, если к нам махнуться на две недели? Да, но она может с ним связаться, они смогут договориться, но такой случай очень редко, что люди именно обмениваются. Чаще всего люди сами просто путешествуют, они хотят ездить в другую страну, и они хотят что-то особенное. Они хотят жить в гостинице. Чай, сидите, пожалуйста. Кривай, Феджин. Здесь 103-комнатную квартиру в центре Мальхопа за 2000 рублей сдают. Нормально. Спасибо. Зарегистрируйтесь. Так, ладно. Значит, еще раз. Посмотрите, что нам говорит Юджин. Юджин утверждает, что их система предполагает обязательную сдачу за деньги. Квартиры, да? Да. Именно на... Так сказать, подождите. Вы отдыхаете на полученную прибыль от этой сдачи? Да, но зависит от вас. Если вы хозяин... Или там есть какой-то некий зачет. Да, но это не обязательно. Вы, как хозяин квартиры, можете хорошо зарабатывать деньги. Вы можете сдавать квартиры, вы можете также путешествовать. Если вы хотите, вы можете и путешествовать. Вы можете эти деньги взять и на эти деньги путешествовать по всему миру, бронируя через Airbnb. Это всегда будет дешевле, чем в гостинице. Плюс намного больше вариантов, потому что они все уникальны. У нас много... Есть разных таких... Не просто квартиры, дома, но и очень много уникальных предложений. Можно замок целый бронировать через наш сайт. Слушайте, то есть тот фильм, та комедия прекрасная, скей-брандизм, это ложь. Не бывает такого, потому что просто обменялись и все. Ну, мне кажется, такое бывает, но очень редко, что люди одновременно хотят обменяться именно в тот же самый срок. То есть я, кажется, понял схему, как это работает в Airbnb. Я тоже понял. Значит, Леша объявление, значит, вешает. Там в Майкопе еще две комнаты достроили. Он устанавливает цену или вы, или есть некая сетка? Нет, мы открытая платформа, каждый человек может сам определить. Леша вешает там полтос свой, значит, 50 тысяч в месяц, сдаёт квартиру в центре Москвы, жагивает доступность в метро. Сидит и ждёт, да? Или что он делает? Да. Или говорит, она свободна тогда-то, на март, например. Да, да, он в календаре отмечает, когда она свободна. А, это существенно. И по всему миру люди, которые хотят приехать в Москву, и не хотят... Получают эту отметку, что есть ещё одна свободная на март квартира в Москве. Да, они забивают. Я хочу в марте приехать в Москву. Я понял. И они видят объявление. Я понял. Это удобно, когда уехал отдыхать, сдал квартиру, в неё кто-то приехал. Это удобно. Это удобно. Вопрос следующий. Кто мне гарантирует, я должен сейчас с этими людьми, обговаривать с ними, что-то заключать, и кто мне гарантирует, что я приеду, и в моей квартире, не знаю, будет моя плазма. Что в твоей квартире будет твоей квартирой? Как минимум, да. Но что она останется в целости и сохранности. Ну да, для этого наша компания уже существует 3,5 года. За это всё время мы отстроили систему «Всё больше и больше», как раз, чтобы это всё хорошо работало. А, я знаю, я слышал. Фотограф-самбисты. Да, фотограф, он же органик. Не, ну правда, правда, кто это гарантирует. Кто занимается... 2000 фотографов-самбистов. Мелкий практический работ. В начале, получается, с вами кто-то связывается, кто хочет бронировать. Он через нашу систему может вам написать сообщение, свободна ли квартира, вы ему отвечаете, да, всё хорошо. И самое интересное, что оплата проходит через наш сайт. Это именно для безопасности, потому что мы хотим гарантировать и вам безопасность, но и также человека, который путешествует. Получается, когда он бронирует, 100% платы считываются с его карточки и удерживают эту сумму компанией Airbnb. А выплачиваем деньги хозяину уже через 24 часа после того, когда путешественник заезжает. Так путешественник может знать, что если он когда приедет и квартира отказывается не такой, как он ожидал, то он получит все свои деньги назад. Но также и хозяин квартиры может быть уверен, что приедет путешественник, он уже заплатил, у него эти деньги есть и все вовремя деньги будут. Что вы спросили насчёт вашей квартиры, будет ли там всё хорошо в квартире? Да. Для этого мы специально разработали, у нас есть страховка, то если вы возвращаетесь в вашу квартиру и там что-то не так, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И мы вам поможем и это возместят. Но что очень хорошо работает, это у нас есть... Вы возместите? Да. А если я позвоню, скажу, что у меня пропало 4 телевизора, порт-сигар, 3 пиджака... Это, конечно, всё проверить. Они же всё засняли? Да, они всё засняли, фотограф-самбисты, они же агенты страховки. Если где-то Фёдоров засовет. Ну, в принципе, таких случаев не бывает, потому что у нас есть такая очень сильная система отзывов. Каждый человек, который пожил в квартире, оставляет отзыв о квартире, о хозяине. Также хозяин оставляет отзыв. Рейтингуется каким-то... Да, да. И люди потом читают отзывы. Слушайте, мне вот что пришло в голову, Юджин, спасибо вам за рассказ интересный. А вы здесь, в Москве, живёте по какому принципу? Да, я вот как раз так же живу на данный момент. Я путешествую очень много. За последние 8 месяцев я живу только на Airbnb. У меня нету своей собственной квартиры. За последние 8 месяцев я прожил в более чем 40 квартирах по всему миру. А в Москве стоит квартиру? Вложил в бизнес? А сколько в среде в Москве стоит квартира? Ну, есть очень много разных, но в среднем где-то между 90 долларов и 120 долларов где-то так. В сутки? Да, за сутки. А, в сутки. Ну, как гостиницы. Как гостиницы. Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, получается дешевле, чем гостиница, потому что в гостинице вы получаете одну комнату за такие деньги, а здесь вы можете трёхкомнатную квартиру снять за такие же деньги в центре Москвы. Ну что, в период отпусков Спасибо большое. Юджин Миропольский был сегодня с нами, друзья. Руководитель компании Airbnb в Центральной и Восточной Европе. В следующей нашей встрече она состоится обязательно. Расскажите нам, сколько сейчас доступных квартир есть в Питере, Москве, Нью-Йорке, Берлине, Лазанье, Сюрике, Вене, Афинах, Мюнхене. И Воронеже. И Воронеже. Спасибо. 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 Спасибо.